Друзья, добрый день! Здравствуйте! Сегодня у нас 15 марта, середина 15 марта, представляете, как тепло. Два дня было пасмурно, тепло. А идем мы сегодня, друзья, в парикмахерскую. Я вам показывал, где подстригаюсь я. Ну, давно как-то показал. Я так туда и хожу. И вот как выбрал его два года назад, как приехали, так туда и хожу к этому парню. Мустафа его зовут, мне нравится. А вот Ира, она как бы редко ходит, но вот нашла себе место и покажу. И показывал, где Аня делала там в центре города. Пойдемте посмотрим, что будет Ира и Света. Будут делать. Я просто решила, потому что последний раз я делала окрашивание в Таллине, но это было в ноябре месяце. И все-таки, как сказать, я что, про возраст сейчас буду говорить? Не будешь? Нет, нет. Ну, есть такие особенности у женщин, что приходится обращаться к парикмахеру. Вот. И я хочу сделать мелирование, хочу попробовать мужские руки. Тут у нас открылась напротив Мигдоса. Красивый салон, такой его хвалят все, в общем-то. Да, делали, такой дружелюбный. Там такие, они все время машут, как-то так. Ну, хочу, вот нечего делать, и настало время заняться немножко головой. То есть, стрижка это не мое, так как материалы у меня не самые шикарные густоты. Ну, и во все тяжкие я тоже бросаться не буду, поэтому ничего такого сильно нового. Но хочу попробовать окрашивание. А я вам, друзья, все это покажу и расскажу. Так рисковать. И если ей понравится, Ире самой мы потом спросим, даже Светой тоже спросим, они вдвоем будут. И тогда я посоветую вам этот салон. Можете туда прийти тоже. Сейчас в преддверии летнего сезона, я думаю, это будет очень актуально. Так что идем. Это удобно, как говорится, но новое, может быть, когда что-то новое место и хочется что-то недалеко. И, в общем-то, все увидим, посмотрим и попробуем. Идемте, покажу, где это. Привет, Игореха. Вот еще, еще одни подопечные. Привет. Привет. Пойдет что-то делать с своими волосами Светлана и Ирина. Ну, Светуля, отличие от меня, есть материалы. Я таки хочу попробовать. Ну, что попробовать? Попробовать, чтобы был материал? Нет, такого не бывает, но я могу что-то попробовать, оно получится коротко и буду ходить к Серегиному парикмахеру. У меня классный Мустафа очень классный, я доволен. Я не спорю, я не спорю. Ну, просто я так и не рискну резко тебя напугать. Про футбол поболтаешь, он футбольный и очень болельщик такой. Я ничего не могу ему посоветовать и рассказать о футболе. Пойдем попробуем. В общем, друзья, вот Мигрос большой 3М здесь у нас напротив Jack Place ресторан. И вот здесь сразу же напротив Мигрос на другой стороне Эмир Эрдем Хэйр Плейс. Вот такая парикмахерская. Рядом еще Френдс кафешка и вот сейчас пойдем. Пускай девочки попробуют, а я сниму. Не знаю, как Ира сказал, это не просто Прикмахерская, это палац, дворец. Это дворец. Пойдемте во дворец. Здравствуйте. Здравствуйте. Слушайте, как интересно здесь. Можно посидеть, пока подождать. С другой стороны тоже. Ух ты, зеркало большое. Смотрите. Как красиво у вас неожиданно вообще. Какие кресла. Слушайте, как пальма сюда вписывается. Здорово. Здесь это мне врачебное кресло напоминает. Слушайте, да, красивые зеркала какие. Как здорово. Здесь делаем маникюр. Здесь тоже ногти делают. И пойдемте. Миссис говорит пройдет, у вас будет курс. Смотрите, какие кресла. Просто посидеть даже здорово. Да, мы сделали так, чтобы нашим клиентам было удобно. И комфортно. И красиво. Это хозяйка, кстати, салона. Как вас зовут? Меня зовут Уля. Уля, очень приятно. Спасибо. Красиво у вас. Вообще неожиданно красиво. У нас есть еще одна хозяйка. Главная наша, она отсутствует, к сожалению. Любовь Владимировна. В следующий раз, надеюсь, познакомлю вас с ним. Такое кресло просто грех не прийти полежать. Слушай, да. Помыть голову, сделать укладку. Я такого не видела. У нас такого нет. Красиво, конечно. У вас мужчина, да? Действительно, с нашей продукцией мы работаем полностью на ВЭЛе. Так как Эмир у нас сам вел семинарные занятия ВЭЛе, у нас продукция ВЭЛе. Что для Турции очень, как бы, ну... Не везде, не везде. Да, не везде. У нас ВЭЛе, все виды красок ВЭЛе. Ну, это пока то, что здесь еще у нас. Вот здесь тоже ВЭЛЛа Калистон. Как бы, еще у нас есть продукция Милкшейк. Мы ее получили. Это уходовая косметика. Да, я знаю. Очень хорошая косметика. Сейчас мы вам сделаем такую процедуру. Это обертывание волос. Ой, какой запах. Молочным йогуртом, кокосовым. Да, 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 да. Очень здорово. Это можно и съесть. Клиенту ходит, сказал, что довольны. Девочки спросили, вы довольны? Да, у женщины была уже очень короткая стрижка. И она просто сказала, сделайте что-то. Вы максимально что могли сделать. Освежили. Освежили, да. Мастер. Познакомьте нас с мастером. Мастер у нас стаж работы свыше 20 лет. Он прекрасный колорист. Стрижки просто, ну не знаю, я говорю, как мне говорят клиенту, что он просто волшебник. У него золотые руки. Очень довольны. Уходят с его стрижками. Он очень долго, тщательно стрижет. По мокрой, по сухой. И действительно к нам на стрижку приходят и мастера, которые сами, и администраторы салонов. И говорят, что мы видим профессиональность. Как только он ножницы берет в руки. И мы потом очень легко пользуемся этой стрижкой. Как бы действительно у него очень хорошая стрижка. Я вот волосы крашу с тех пор, как я приехала, полтора года у Эмира. Мне нравится. И как-то приятно прийти к мужчине. То есть ты не первый раз в жизни? Нет, я за ногу не могу. Ясно. Это Ира, значит, первый раз. У нас есть еще одна женщина, Каларис. Сегодня она отсутствует. Еще один мужчина есть, как бы. Но коллектив у нас пока такой. Очень приятно, например, быть в Турции и попасть к мастеру мужчине. Это девушки и женщины любят. Да, действительно. У нас даже женщины, когда им моют голову, они говорят, ой, как нам приятно. Аж как будто стресс уходит. Массируют. Да, да. Тщательно моют волосы. Кстати, мы моем волосы только тоже Веллой. У нас в шампуне все Веллой. То есть полностью все на Велле и Минкшейк у нас. Кем-то разбирается в этом поле? Да. Кто знает, он даже по запаху шампуня может. Я даже иногда клиентам говорю, вы можете подойти к стенду и сверить запах шампуня. Мы тут моем реально на Велле. У нас как бы все предельно честно, прозрачно. Ну, потому что сейчас люди разбираются, клиенты во многом разбираются. И ты должен давать качество, чтобы люди тебя оценили. Ну да, цена качества. Да, да. Тихуле Махмудлар это такое маленькое место, что ну как бы... Да, не схалтуришь, не схалтуришь. Да, здесь, как видите, живое радио расходится. Да, 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 да. Это правда. Ну, такую красивую обстановку здесь создали. Очень приятно здесь даже просто находиться. Нет, согласен, да. Обстановка очень красивая. У вас как и женщин, так и мужчин. Да, и женщин, и мужчин. Да, и дети. У вас нет ограничений? Нет, нет, нет. Что вы еще делаете? Маникюр, да? Маникюр делаем. Вот должна была девушка подойти для ресничек пока. Ну мы открылись всего как... Мы открылись 31 декабря. Мы здесь живем. Открытие мы еще не делали, так что на открытие мы вас позовем, потому что мы пока собрались, к сожалению, вот эти печальные события землетрясения. Да, так вышло. И мы решили немножко повременить с открытием. Так что мы еще будем делать, конечно. А делаете только маникюр или педикюр тоже? И педикюр, и маникюр, да. Просто для маникюра я вижу что ли? Нет, но для педикюра есть и сухой педикюр, и... А, вот и педикюр. Да, да, да. Тоже красивая. Ширмочка для покрытых женщин, девушка, которая красит покрытых женщин. Да, да. То есть мы постарались... Все традиции соблюдили. Да, да. Постарались, чтобы как бы дать подарить людям, чтобы ну они тут себя чувствовали действительно. Это меня покрасить? Смотрите, как для педикюра. Круто. Раковины прямо на полу. Интересно сделано вообще. Такие удобные кресла. То есть вы сели, ножки свои погрузили, и вам будут делать. Очень приятно. Вообще в салоне очень приятно. Запах такой приятный. У них эти палочки зажженные. Очень так ненавязчиво приятно. Потом девочки стоят, договариваются насчет того, что они будут делать. Руки-ноги, это же немаловажно. Скоро сезон. Скажите нам, Ульяночка, пожалуйста, сколько стоят у вас руки-ноги? У нас обычный маникюр стоит 350 лир, с гель-покрытием 450 лир. Снятие чужой работы 60 лир. Если уже без снятия, то 450 лир. Очень красиво. Цена у вас очень демократичная. Да, ну как бы мы хотим, чтобы люди из нас знали, приходили, ценили. И даже первый месяц, когда мы работали, честно говоря, мы, можно сказать, что работали ущерб себе. Просто даже вот мастера просто как бы, ну окупали только продукцию. Так будем говорить. Чтобы люди нас узнали, приходили, да, да. Краски разводим прямо на глазах у клиентов. То есть прямо они подходят к каталкам, и на глазах у клиентов мастер разводит продукцию. Это не везде делают, даже у нас застойные. Хитрят. У нас не так? Только в очень достойных салонах, да. Или ты, если знаешь, например, я дорожу каждой своей волосинкой, поэтому я хожу только к проверенным. Потому что, ну, это, честно говоря, те, кто обладатели не такой густой шевелюры, они меня понимают, что это очень важно. Короче, у тебя все посчитано, да? Да. Мастер, действительно, мастер может так постричь и так покрасить, что действительно из двух волосков создать прическу. Очень много у нас было клиентов, которые, когда садились к Эмиру, он их храйсил стрит, потом делал укладку. Боже, откуда у меня столько волос? Вот неужели это мои волосы? То есть, действительно, и у нас были женщины, даже у нас на страничке есть отзывы, которые действительно от души сами, вот просто я подхожу снимать волосы, а женщины сами высказывают и говорят, что редко мы видели мастера, чтобы, ну, любил свою профессию. То есть, он действительно, когда начинает работать, стричь, он как бы уходит полностью. Ну, с таким долгим опытом работы он уже видит, кому что пойдет, где-то образ, из чего тут можно что-то создать и сделать. Да. Это важно. Это подход правильный. Да, да, действительно, у него короткие стрижки, сложные стрижки, которые люди могут легко, вот не так, что пришла в салон, тебя уложили, а завтра ты дома помыла волосы. Это моя история. Нет, у него волос класс, действительно. Я еще знаю, кемиру многие приходят с короткими стрижками, это же очень сложно, когда волосы у кого густые бывают, у кого не очень. И короткая стрижка – это всегда такой ответственный момент. То есть, длинный – это раз в кончике пострига, а короткая стрижка – это большая ответственность. И я вот была свидетелем, когда кемиру приходили переделывающую работу, то есть, женщины приходили в полных очень расстроенных чувствах от какого-то другого мастера. Да, да, я, например, уже как бы сама стала, как меня Люба называет, тебе уже самой пора на парикмахера, я действительно теоретически много чего сама узнала. То есть, иногда, один раз был у нас случай, зашла женщина, вот как и этот, допустим, очень короткий волос, но говорит, я хочу измениться. И я думала, а что может там их стригать, ну, стричь-то нечего. А он двумя-тремя какими-то движениями, что-то там… Ему одному известный, да? И, действительно, я смотрю, что переделал другую прическу, и женщина, действительно, уходит очень довольная. Ну, а нам это очень приятно. Это очень важная профессия, конечно. Да, да, нам это очень приятно, мы хотим, чтобы… И мы даже работникам здесь говорим, что мы создали… Мы хотим, чтобы вы работали в таком красивом месте, чтобы была хорошая аура, атмосфера… Чтобы люди сидели, да, больно, да, домашний. Мы даже вот эти занавеси сделали в таком домашнем стиле, теплом, чтобы… Да, такое домашнее окно. Да, да, чтобы люди сидели, вот отдыхали. Потому что, ну, бывает, даже мамаша, например, оставила ребенка и хочет прийти не просто в салон… А, да, лыжная, красотой пришла. Да, да, да. Смазайте. Смазайте, как раз. Я согласен, у вас очень красиво, очень уютно и приятно. Я подтверждаю, да, что не хочется уходить даже. Очень приятно. Будем тебе тоже стричь? Нет. Интересно, салон такой пафосный и красивый. Ну, у меня, конечно, парикмайерская попроще, в который я стригусь, но мне нравится, как он делает, главное же мастер. Ну, вроде как, здесь мастер тоже очень хороший. Ну, девочки потом расскажут. Сейчас я пока буду пить кофе, нет, я не буду. Я не изменяюсь своему Мустафе. Уже два года. То есть, какие, ну, какие красивые чашечки с вами выпадали. Как все красиво, представляете? То есть, вас здесь и подстригут кофе-чай, но это везде в Турции. Так принесно, да. Я хочу сказать, что, насколько мы сейчас немножечко познакомились ближе, сама Ульяна родилась и выросла, и жила в Баку. И она рассказывала сейчас, разговор зашел о продуктах, и о фруктах, и о овощах. То, что там у вас, и то, что здесь в Турции. Оказывается, мы с Серегой сделали вывод, что мы даже не жили, не ели ничего вкусного, ни мяса, ни овощей, ни фруктов. Да меня даже ни разу не стриг и не красил мужчина, я так еще хотела сказать. Но у нас еще есть время, у нас теперь будет цель, что можно поехать в Баку, прекрасный город, попробовать этих помочительных помидор. Все договорят о помидорах. Вот ребята москвичи говорят, что у них в Москве можно купить. Кстати, кто разбирает и понимает. Яна еще так рассказала, еще в таких красках сразу захотелось стоять. Но у нас даже не купить, у нас их просто нет. Нет, я даже не знаю, как они выглядят и пахнут. А вот Ульяна сказала. И действительно, вы можете просто поесть один хороший, вкусный, сочный помидор с нашим хлебом тендир, который пекут специальных таких, ну это называется тендир, пекут на углях. Горячий хлеб с помидором, с сыром. Честно, это просто замечательно. У нас теперь будет страна для путешествия. Не, ну в Баку мы давно с тобой собираемся, в Баку мы не были и собираемся. Я в прошлом году смотрел билеты из Газипаши очень дорого. Вот да, через Стамбул тогда надо лететь. А я еще думаю, как же ты так хорошо говоришь по-турецки. А это же тюркские языки, поэтому тебе это близко, да? И не так сложно было учить, не так долго или сразу быстро? Нет, да, у нас язык наш очень близок, у нас тюркский язык. И мы вообще очень хорошо их понимаем. Если они немножко еще как бы сложно, ну как бы им сложно. Но мы их очень хорошо понимаем и очень хорошо владеем турецкими. Азербайджан, я думаю, что стоит вам так. Конечно, это теперь наша мечта. Ну, у нас есть подписчики. Да, да. У нас немного. И мы даже пробовали сладости, да. Они показались нам не такие сладкие. Вот это очень порадовало. Ильдар и Эля у нас, да. Да, вам привет, кстати, Эльдар и Элечка. И большое вам спасибо за эти сладости. И за вино. Вино было мы промочительно. Гранатовое вино они нам привезли. Азербайджанское. Да, да. У нас сейчас и коньяк у нас хорошее, и вино. Вы увидите и красивую природу, и красивый город. И теплый дружелюбный народ вас встретит. И очень вкусная кухня. Очень вкусная. То есть, это совмещение и приятного, и полезного. То есть, действительно, я вам советую. Я уверена, что вам очень понравилось. Мне чуточки не сомневаюсь. Хотя нам вот с Сергеем, если сравнивать с Эстонией, то нам здесь не здешние местные фрукты и овощи кажутся. Да и мясо тоже. И мясо, даже курица. Совсем другая, чем у нас. Мы любим есть шашлык из индюшки, когда пойдет первый снег. Говорит индюшка, которая пробовала, ела снег. То есть, ну, она говорит, ее мясо бывает очень мягким и вкусным. Утку, например, мы уже в теплое время не употребляем. Потому что она медью, мясо отдает вкусу меди. То есть, утку кушают в холодное время. То есть, очень много чего. Я бы уже сейчас захлебнула слюной, хорошо, чтобы покушала. Это как в том анекдоте, Серега. Мы с тобой родились мертвыми. В том плане, что не познали вкусной еды. Но нам и здесь, мы не скулим, не огорчаемся. Нам здесь все очень нравится. Про Азербайджану многие очень говорят, что и продукты, и фрукты там совсем другие. Очень много людей сейчас живут вдали от Родины. И каждый нормальный человек любит свою Родину. Это я не буду сравнивать с тем, что я такой сильный патриот, или я очень сильно... Я люблю свою Родину. Но это вот, я вам говорю, это место, где мне комфортно. Где у нас, понимаете, мы можем прийти друг к другу в гости без спроса. Удивительно. Просто постучаться, и тебя примут так, как будто ты вчера... Я могу не общаться с своей близкой подругой со школы, там, 6 месяцев к ней не звонить, набрать. Она со мной будет общаться так, будто мы расстались как бы вчера. То есть, у нас действительно вот, ну, люди, они совсем другие. У нас в Баку очень хорошая пора. Сейчас у нас 20-го, 21-го числа будет наш национальный праздник. Ногруз – это праздник весны, когда готовят очень вкусные сладости, плот. Все дети бегают к соседям, бросают шапку, они проводят им разные угощения, проводятся концерты. Это очень хороший тоже, да, у нас период. Мы планировали поехать на Новый Рост, но так получилось, что... Ну, а с другой стороны, тут такое, знаете, увидеть праздник, или попасть, когда уже будет весна, вот уже в самом таком рассвете, и поехать вот... Мы там поднялись, вот поехали в город Щеки, и вот так сидим дома, и я говорю, слушайте, у меня как будто голова, как будто такое вот легкое головокружение от кислорода, от насыщенности. Тут мы, например, вот поднимаемся, самые высокие горы. Но тут от того, что теплый климат, очень теплый климат, и почва сухая. Тут нет этого запаха, запаха земли, запаха вот этих деревьев. Вот это тут, а там горы, понимаешь, совсем. Ну, что мне вам это все рассказывать, я очень радуюсь. Нужно самим. Мы это не прочувствуем, мы это, дети ветра, дети сырости, дождя. Ну, я думаю, мы съездим в Баку, мы посмотрим, все это увидим. Да, да, да. У нас стали такие времена. Да, да, обязательно я вам советую поехать, и вам действительно очень понравилось. Спасибо за такой открытый, волноценный, душевный, семейный рассказ. Очень приятно, потому что не всегда, не каждый поделится своим жизненным опытом, своими воспоминаниями и личными, как говорится, и профессиональными. Спасибо большое. Да, очень здорово. Спасибо. Спасибо большое. Ну что, Ира, Ира пошла. Рассмотрим. Да. Чтобы было вам понятно, вот Ира села вот такая. Вот красиво. Запомните меня такой. Запомните, давайте я обойду по кругу, чтобы было видно. Вот такие, у нее, как она сама сказала, каждый волосок посчитан. Да, да, да. И почему-то я так привыкла вот это вот так наносить. Вот так, да. Ну, стрижки я, конечно, не решусь, потому что, ну, наверное, нечего. Да, не буду. Я ленчайка не умею укладывать и не буду это делать. Так что вот. Ну, покраску я, конечно, в лучшей части. Мастер готовит краску, готовит фольгу. Вот по-настоящему, вот, начинает мешать краску. Так, как говорила, хозяйка все мешается на глазах. То есть, никуда не уносится, как у нас. Все на месте. Ну, работа началась. Немного пилота. Я купил вам немножко удобрения. Да. Готовили фольгу. Для гриля. показываю вот щетка работает, видно сразу, руку мастера быстро, чуть-чуть, подсточена у другого масла как? да, у меня тут я, как раз, буду, потому что я работаю я, потому что, по примеру, ее хотят посмотрим, друзья, что получится видите, хоть нам и говорили, что в Турции мужчина и женщина делать не умеет но вот этот, какой-то очень хороший мастер, эмир посмотрим, хорошо очень красит он все время учится, вот сейчас опять уезжает на конференцию какую-то так что посмотрим, покажу вам, какая будет дыра надеюсь, все будет хорошо что, Эля, становится все красивее и красивее я не думала, что у меня столько много волос, сколько требуется до фольги видите, больше и больше становится вот так этапами вы не показываете потом покажу, что получится я похожа на рыбку, да золотую я похожа на инопланетную на японку вот эти, я все плачу, что у меня мало волос посмотрите сколько фольги на тебе истратили сейчас слышишь, тебе это кимоно японское точно японское? да хочу сказать, что я всегда психую, нервничаю для меня поход в парикмахерскую не так просто всегда во-первых, я хожу к одному и тому же мастеру или тщательно что-то меняю или выбираю думаю я вот здесь пришла, села и меня так вот, это самая прямая полный стопроцентный покой вот это, это первый раз я такое ощутила, я не знаю, что это такое прям так, или он чем-то таким обладает, или что-то в кофе было у меня прямо вот так вот, вот так вот так хорошо, и я вообще не волнуюсь это первый раз действительно со мной так то ты все время за свои волосики да, я за каждую волосинку переживала а сейчас у меня вообще такое настроение классное я ожидаю, что я, естественно, я буду лучше, чем была и я в это сильно верю а на соседнем кресле посмотрите, кто сидит смотрите, мне массаж делают в голове там света у нас как приятно это у тебя маска какая-то, да? это счастье для волос счастье для волос? да, это классная марка это кератин или что? нет, это мелкшейк продукция обертывание волос что это производство мелкшейк? обертывание волос обертывание волос, я даже такого не слышу в своей основе сливок а как пах этот коктейль который сделали это что-то такое жирненькое, то что питает могу передать запах пахнет ванильным кремом в растительной основе чтобы было все такое щадящее смотрите, шоколад запах, слушайте, вообще шоколад это куда добавляется? в краску? да, это специальный мусс нет, специальный мусс пинка такая туда мастер добавляет какой цвет вот они пахнут вот это какой-то тоже такой вкус кислый ой, кокосно пахнет сливками да ну, Света, тебе обернули все волосы обертыванием мои женки, женки все обернули сейчас будут ну, ничего, это же все отрастет никто оттрашивает ли и я считаю, что если я до сих пор не облусенна она мне уже ничего не убрала уже бояться нечего короткие стрижки в море да, нет, вот мы еще делаем процедуру с дарсонвалем то есть специальные капли мастер капает и потом этим дарсонвалем поток кровообращения чтобы волосы у кого вы поделили волосы это лечит хорошо у меня в талии дарсонваль мы ее заказывали вспомнишь, такой чемпаданчик был это же надо не забывать это надо постоянно делать ну, обычный уход, как и за всем шлей впереди меня это? тебя погрузили в космическую капсулу? да прикольно это фен, да? нет это прогревание для того, чтобы проникло я думал, что это фен так тепло, мне хорошо вот, наконец-то Ира попробовала это шикарное золотое кресло будут смывать тебе, да? сейчас мы с Ира снимают фольгу сейчас будут мыть, да? я так понимаю, Ира наверное смывайте эту краску и следующий этап это, кажется, еще не конечный результат это, кажется, еще не конечный результат еще будут что-то делать да, мне уже пора как тебе это? кайфуешь? приятно кайфует плесень сейчас мне 8 марта, да? у меня, да следующая ступень следующая сняли всю фольгу и мою вот это красиво уже хорошо получилось Восточная сказка откуда девочки выходят богинями красоты посмотрите, это какой роскошот Какие телюстры накрутились на это. Спасибо. Красиво. Кайфую. Кайфую я просто. Я очень рада этому стоять, что так все не сложилось. Я чувствую себя послуживши и помолодец. Посмотрим на сухой результат. Сейчас, конечно, нельзя ничего сказать, но уже видно, что у меня сфилирование. Даже видно на мокрых волосах. Друзья, это, кажется, еще не все. Следующий этап. Отсмешивают краски. Краски. Не молодец. Второй тач. Размешивают. Третий ингредиент. Оборвают. Четвертый. Размешивают. Тут будет просто. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ КАКОЙ ПОДОЛЬНЫЙ ПОДОЛИПИСМЕНТЫ Что он делает? Не смешиваю какие-то краски. Я просто какой-то. Какой-то особенный. Это то, о чем я часто говорю нашим клиентам, что женщина, которая хоть раз покрасилась, после первого окрашивания в салоне, она может уже различать, когда у женщины проведено окрашивание в салоне, то есть грамотным колоризмом, или она покрасилась дома сама. То есть разница сразу видна. Колорист никогда не красит одним номером, он всегда их мешает и добивается такого цвета, который женщины дома сами не могут этого добиться. Поэтому дорогое окрашивание, правильное окрашивание могут отличить всегда от того, что у вас там работал профессионал или женщина покрасила его дома сама. Такого подхода еще не было у меня, в моей голове. Надеемся, что и уверена, даже, что вам сейчас понравился результат. Это значит то, что я нашла своего мастера. Света, вообще. Туля, королевич. Вот наша Люба, о которой я рассказывала. Какая красивая плотная. Красиво очень, да. Когда вот на щетку укладывают, на мелкую, на тоненькую щетку, это очень долго будет держаться. Красиво, спасибо большое. Я очень довольна, мне нравится. Молодец, молодец. И процедура, и волосы такие. Вот тоже наш подписчик. Здравствуйте. Вот последняя, загрешенная процедура. Натурная королева. Да, красиво. Волосы после вот этой процедуры мягкие очень. Они же жертвы, я сейчас покажу. Процедура счастья для волос. Отлично. Мягкие, такие приятные, как будто их еще больше стало, более искусственные, более подвижные стали, и они счастливые, главное сразу видно, счастье же было для болот. Смотрите, шевелится даже, как будто натурально неженые. Конские волосы, да? Да, красиво очень. Сейчас я начинаю размахивать. Ира еще не может махнуть, но еще в краске. Одну крылом, да. Надо же, у меня сегодня 8 марта, прям в душе. Друзья, это процедура крем-мороженое, милкшейк. Вот он, смотрите, делает точно мороженое. Это для волоса. Обалдеть, не видел никогда такого, действительно. Я не получала такой заботы для волосы ухода. Обалдеть, точно мороженое. Понюхай. Ух ты, да, запах, слушайте, такой. Жаль, камера не передает, приятно пахнет. Смотрите, как красиво. Это будет тонировать у нас в то же время. Ммм, запах, слушайте, да. Я вот так вот делаю. Это тонировка, да? Теперь вот так легким движением руки все это намазывается. Я в сказке. Ире нравится. Угу. Девчонки, приходите, не пожалеете. В сказку. Это правда. Я такой уход для волос получаю первый раз. Это я искренне говорю, не кривя душой. Все, теперь смыли все мороженое. Смотрите. Это самое лучше для... Это для таких... Эммм. Массаж. Да, да. Света с хозяйкой смотрит, безэммиачные краски. Да, интересно. Кому интересно. Вот они все есть. Ань, Савчик, там... Ань, они как пена, да? Нет. Безэммиачные краски. И опять Ира в кресло. Они не такие белые стали, а натуральные, красивые очень. Как пахнет. Субтитры сделал DimaTorzok Более свежее, моложе Очень красиво Иногда нужно позволить себе быть красивой Отдать в руки настоящему мастеру-профессионалу Который оставит тебя с волосами И тебе просто довольна Как я сейчас Я прямо счастлива Да, друзья, вот смотрите Разбили еще один стереотип В общем-то везде надо искать Везде нужен подход Нам говорили, что Что в парикмарскую женщине лучше не ходить Мужские стрижки делают все хорошо Но женщина не умеет красить Вот видите, разбили стереотип За два года жизни здесь мы нашли мастера Он турок, эмир, который делает действительно Он колорист, именно профессионально окрашивает Но он и подстригает тоже Вот реально красиво сделал Ира довольная Потому что сколько раз мы красили Крайне редко Ира была довольной Даже у нас там в Таллине Ну не могли нормально ей покрасить Именно то, что она хотела Здесь бы она получила то, что она хотела Ну так что видите Еще один разбит Так сказать, стереотип Так что не знаю Вот оставлю кому надо Вот этот салон, друзья Напротив Мигроса, как я говорил Напротив Jack Place ресторана На другой стороне Очень красивый салон Очень приятные работают здесь девушки И приятные два мужчины парикмахера Очень прикольно Да, Ира довольная И вот волос остался здоровый Потому что очень тонкий волос К которому нужно обращаться Работать очень бережно Да, но действительно Вы не каждому мастеру Можете давить свой волос Это точно Потому что я об этом наслышала Работать очень-очень нежно Я считала, что мне светлые не подходят Потому что это надо подходить к мейку Более по-другому Не так, как ты привыкла Более ярче мейк А здесь как бы краситься особо не охота Здесь погода такая теплая, жаркая Хочется быть более естественной Очень тонкая Прямо, можно сказать, не легачка Очень красиво Следующий этап расчесывания Слушайте, ну вообще Реально красавец Очень красиво, да? Ира, чувствуешь себя звездой? Ну, я чувствую себя женщиной Оставшейся довольной Я не переживала У меня не было ничего Потому что тут испортить ничего невозможно С моими тоненькими волосами Ну как, всегда же переживаешь Когда идешь Кто говорит, что хуже уже куда не будет Чем они есть Но я осталась очень довольна Потому что цвет невероятный У меня такого никогда не было Я всегда получалась рыжевато-желтовато Желтая, да, какая-то И Серега всегда говорил Что ты там 4 часа делала? Где ты была? Он мог как в той вот анекдоте Не заметить, что я особо-то из парикмахерской Ну, только так и получалось Да, это я не кривлю душой И здесь не нужно никаких слов Вы сами видите оттенок Вы сами видите до и после Это не потому, что вот Я как-то стараюсь доказать чего-то кому-то А здесь все видно Здесь результат-то налицо У меня всегда вот здесь Выходя из парикмахерской В любом, где бы я ни делала У меня вот здесь всегда был более темный Вот эта шапочка Она все равно оставалась темной Никогда не было Такой равномерного прокрашивания Вот как он так угадал То, что он не видно Что вот здесь у меня что-то как-то Это говорит на... Ну, это профессионализм Друзья, я вижу, действительно Ира довольна Это действительно Она довольная Я рада И я вижу, что теперь Мы с дочкой чем-то похожи Да не чем-то, а похожи Даже она писала Очень здорово Слушай, Ира действительно приятно Неожиданно Ой, вообще Спасибо тебе, мальчик Спасибо тебе, брат Спасибо, мальчик Посвежишь Да, правда Чувствую себя посвежевшей Помолодевшей Ну, конечно Он видит этот результат Потому что меня поразила Именно вот эта часть Она всегда была у меня темнее И вот эта желтизна От нее было никуда не деться А здесь просто ее просто нет Спасибо, очень Покрашивание И уложено просто И так и мне это подходит Да Удивительно Все, друзья, уходим Мы из этого прекрасного салона Реально очень красиво Очень довольны Здесь настолько уютно Мы провелись столько часов А так приятно, уютно Девчонки довольны Это самое главное Значит, и мы довольны Я просто счастлива Огромное спасибо Хозяйкам этого салона Приказите, приходите Да, я покажу, где он есть Оставлю даже телефон Внизу под видео Так что можете позвонить Всегда договориться Или прийти сюда И вас сделают такими же Счастливыми И красивыми И не бойтесь Все это ерунда Что блонд и Турция Они совместимы Все зависит от мастера Ломают стереотипы За два года мы нашли Прощаются членки с мастером Вот этот мастер Зовут его Эмир И вообще в восторге Довольно Я счастлива Ребята Прямо сейчас Посмотрите На свет Какой на улице Нету ничего Здесь вот темного Реально она счастливая Поэтому говорит Ее снимать Я вас снимаю А салон вот Эмир И мастера зовут Эмир Эмир Эрден Пойдем домой Ира, смотрите, как красавица Реально мне нравится Здорово Целый день практически Ну не целый Полдня мы провели Мы где-то с двух Зашли туда Наверное, да? Да, в два Ну мы же еще болтали Пока разговаривали Мы зашли Пока кофе попили Да, ну пусть в два Он в третью часу начал Вот сейчас время уже почти шесть Без пятнадцати шесть Мы идем домой Но сделал реально красиво Вот, понимаете? Я вам скажу Как мужчина Ира ходила Даже у нас там в Эстонии В Пархимарске Довольно часто приходила И вот, ну Крайне редко было Когда вот Даже один и тот же мастер И не мог сделать одинаково Все время То какая-то желтизна пробивала То, в общем, непонятно что И ржата всегда выходила Желтая даже Это не ржата Это же желтизна Какая-то непонятная То ли они боялись Передержать И раздражать Своими волосами Но здесь, видите, сказали Что этот мастер Он как бы чувствует Он работает без перчаток Они ему говорят Как ты так без перчаток Он сказал Я не могу Перчаток Я должен чувствовать волосы И тогда он как бы Знает Мне очень благодарны Интересно, конечно Нашли, надо же Вот Нашли такой солны Причем рядом с нами С домом Буквально идти Пять минут Так здорово Так что вот Не бойтесь, приходите Такой у нас сегодня Получился день Друзья Прям целый день Парикмахерской И Света с нами Пошла заодно Ну да Света тоже получила Уход она тоже Удовольствие, да Да, окрашенные волосы И красится Теперь у нас Один мастер